Выложишь у себя на сайте, кто ж этот, когда выложит, вообще неизвестно. На моем канале никто не смотрит. Как никто не смотрит? Я смотрю. Если ссылку пришлешь. Ну, привет, тогда надо сказать. Ну, поехали. Добрый день, уважаемые любители. На две камеры работает. Сегодня, после длительного перерыва, мы опять на вернисаже. А чтобы это время нам даром не прошло, мы начинаем с кухонных ножей, потому что мы будем резать продукты. Продукты это наше все. Ваня, будь другом, дай мне ножик. Вали из кадра. Сегодня у нас вот этот вот кухонный ножичек на испытаниях. А сравнивать мы будем с вот этим ножом, который уже испытание прошел, зарекомендовал себя очень хорошо. Собственно говоря, Ваня, приступай резать запуску дальше. Так, а, ты свои операторские функции тут забывай. Ты тут резать, ты приступай. Вот у нас маркур. А цель какая? Ну, цель какая? Порезать и сравнить один ножик с другим. Нет, ты хочешь прилипать или что там? Ну, все, посмотреть, как режет, как проходит, как... Ну, это выпуклая линза, а это вогнутая линза. А, по сравнению с две линзы. Ну, здесь не совсем выпуклая линза. Здесь выпуклая линза только с этой стороны. А с этой стороны здесь двойная геометрия с вот таким вот карманом. А здесь вот выпуклая линза. Ну, она здесь выпуклая, опять же, только вот начиная вот так вот идет. А вот здесь вот кончик практически, практически спуски от обуха. Почти прямые. То есть такая сложная геометрия. Вот. Посмотрим, насколько она уже... Хочешь это сравнить, как лучше, да? Вогнутая сливка? Ну, просто да, чтобы... Ну, и что я могу сказать? Пока идеально. То есть вот просто идеально. Ваня, ты решаешь процессу съемки? Да, пуза-то надо поменьше уже. Блин, наел за лето. Ну, вот здесь отвал вот на этой части идет шикарный просто. Нет, ну ты разными пробуешь? Вот. И кончиком, и середкой, и... Подожди. Ну, я только начал. Морковка еще та самая. Надо сравнить и с этим. Пока-пока прекрасно. Пока прекрасно. Ну, кончик обычный, как обычно. То есть как на всех вот ножах более или менее приличных. Здесь вот тоже мне нравится. Единственное, конечно, Женя. Купи себе линейку. Лекальную. Ну, вот здесь вот, вот эта часть, вот эта вот часть, вот эта вот здесь вот, вот здесь вот, вот очень удачно сделана, очень хороший отвал. В морковку входит просто как в масло. И прилипания нет вообще никакого, несмотря на то, что нож... Толстый. 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 Вот. Просто-просто. А почему-то ничего не делал, да? Просто идеально. Ну, тут уже, конечно, кто любит работу. Поменяемся, не ставим. Кто-то маятниковым резом, кто-то шинковкой такой, кто-то такой. Тут уже это все. А ты меня здесь снимаешь и пролив? О, какие там вкусные. Ну, ты подожди, Ваня, резать-то. Ты кушать очень хочешь? Дай специалисту порезать. Там, наверное, кушанье, где ты видишь, тут еду? Еды нету. Ну, в длину немножко, немножко подлипает. Ну-ка, Ваня, дай мне этот ножичек. Вытереть надо. Салфеток не взял. Почему не взял салфеток? Я знаю, почему он взял салфеток. Сейчас. Вот, Игорь, чай горячий. Этот входит лучше, легче. Ага. Да. Подлип вот здесь есть. Отвал. Ну, здесь подлипание вот видно прям сразу конкретно. Но, но, но. Это подлипание именно продукт, который остается на ноже. Но оно не мешает вхождению. Потому что есть подлипание, если кто смотрел на клинке, где был большой-большой-большой такой смотр, там один из японских ножей, к нему картошка прилип вот так, что я ее не мог вот так вот скинуть. Вот это плохо, это мешает вхождению в продукт. А в данном конкретном случае вхождение в продукт просто наилегчайшее. Идеальнейшее. И еще такой момент. Вот этот нож, он толще и заведомо тяжелее. А этот нож, ну, легче. И на вкус некоторые любят работать тяжелыми ножами, а некоторые любят работать легкими. Это уже вопрос предпочтений. Кто как умеет, кто как любит. А вот эта часть, где линза, она какой-то отброс дает, мне кажется... Нет, прилипание дает. Вот эта часть, вот эта, она дает прилипание. Вон, видишь? Угу. И хорошо прилипает. А если быстро, быстро резать? Быстро резать, ты имеешь в виду вот так? Да, но... Вот этим местом вот этот нож выигрывает однозначно. Ну, это за счет того, что там более глубокая линза. Ну, конечно. Но он в два раза толще. Но, если он и выигрывает, то там процентов пять. Все-таки вот этот нож, он легче и недостаточно проникает внутрь. Недостаточно. А вот этот, к сожалению, он просто сам идет. Вот здесь очень удачное сочетание баланса веса. Ну, и тот, и тот хороши. Тут, что говорить. Наверное, лично я, возможно, вот этот бы нож предпочел бы. Ну, а опять же, это уже на уровне личных предпочтений. И это что касается морковки. Игорь, вот это положи под картошку. Сейчас попробуем... Не, чтобы не улетел. Сейчас попробуем, как будет картошка. Это Джоу, не пускай, и кожерет. Вот. Вообще без... Просто идеально. Слушай, а пахнет хорошо прям. Сколько отдал ты в нем? Линза раздвигает, или что? Сейчас посмотрим. Вот в этой части, да? Мне показалось, что легче режут. И вот в этой части. Вот этот нож легче режут. Сходит легче. Такое впечатление, как ты выразился, линза раздвигает. Игорь, здорово. Нет, вот этот однозначно линзон. Прям... Дальше ты разными кусками резаешь? Нет, пока... Я вот этим высадом готовил, что-то мне не очень понравилось. Кто тебе разрешал все обыкнуть? Как ты мне на месяц посчитал? Я? Конечно, он же палушкой не ест. Да, поэтому он не режет ничего. У меня пакетики были. Ни фига как рука не работает. У меня левая не работает. Давай я тебе буду держать картошку, а ты будешь в России щелкнешься. Ребят, я на продажу просто покажу. Принес, попросил вам подказать. Темляками такими никогда не пользовались. Вот даже если дульки нет в ручке, да? Ты знаешь, на картошке залипает. Смотри. Ну это вот на средней части, а если ближе к ручке, то не должно. Саша, Саша. Вот чуть-чуть подойди вот там и помолчи пока. Нет, картошка сложнее. Затягиваешь. Подлипает сильнее. Ты с другом стоим, он юбкнулся. Ты знаешь, вот на высоком... Морковка ниже, а этот высок... На высоком это самое... Высокий продукт и уже вход более тяжелый. А на этом ноже, на высоком продукте, вход более легкий проходит. То есть вот это... Тут такой момент, он очень сложный. Это уже, как я... Давно убедились. Вот посильнее с наживом проходит хорошо, но это уже требует более усилия. А этот просто внедряется. Вот, поэтому, как бы... Нет универсальных ножей, и поэтому путь, по которому японцы пошли, что для каждого вида приготовленного продукта должен быть, для каждой операции свой ножик, мое мнение, это правильно. Ну, может быть, конечно, не надо там 150 ножей. Ну, хотя бы 10 надо иметь. Ну, хотя бы 10 надо иметь. Ну, хотя бы 10 надо иметь. Это картошка, картошка. Это лучше ничего не придумать. Абсолютно. Это лучшая вещь. Ну, как бы... Смыслом. Смыслом, действительно. Ну... Вообще офигенно. Смыслом. Смысл.